Да, надеюсь, мы еще не надоели с нашими такими вбросами. Сегодня тема очень актуальная, буквально опять же, вчера, 6 числа вчера, оказалось, что Калужская область опять впереди планеты всей, только теперь уже в области инициатив по сбору твердых бытовых отходов. Сначала немножко такой информации. Есть такой политический деятель в Российской Федерации, его Александр Митч Беглов. Он сейчас является полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Ну вот, из последних его достижений, в 2011 году Александр Беглов защитил докторскую диссертацию на тему управления производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития региона. Вот это очень интересно, потому что, скорее всего, вот этот казачий такой след, он прослеживается дальше. Но сейчас речь не столько об Александре Беглове, сколько о нем чуть попозже. Сколько об инициативе, очередной инициативе по поводу сбора твердых бытовых отходов, выдвинутой губернатором Калужской области Артамоновым. Возвращаемся к документам. На сайте администрации Калужской области опубликована информация вчера о том, что Анатолий Артамонов внес предложение по совершенствованию Федерального природоохранного законодательства. Еще раз рекомендую всем обязательно заглядывать на официальные сайты. Как выясняется, там очень много полезной информации, которая может быть нами усвоена и, в общем-то, сверена с тем, что на самом деле происходит. Так вот, 6 июня опубликована эта информация о том, что 6 июня в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента Александра Беглове и в режиме видеоконференции в этом совещании принимали участие и ближайшие соратники Анатолия Дмитриевича здесь, в Калуге. Это, собственно говоря, Виктор Сергеевич Бабурин, это министры все профильные принимали участие и первый заместитель Анатолия Дмитриевича, вице-губернатор Дмитрий Александрович Денисов. В чем же идея? Итак, оказывается, как отметил Беглов, оказывается, наш регион, теперь внимание, слушайте, наш регион, Калужская область, который постоянно сотрясает проблемы, связанные с складированием и утилизацией твердых бытовых отходов, наш регион, в котором буквально еще 2,5 года назад бунтовал поселок Дечино, полтора года назад бунтовал и до сих пор еще бунтует поселок Юбилейный, где собирались устроить непонятное, совершенно непонятное, много десятигектарные, по 68 гектар, по 45 гектар выделяли земель под строительство мусороперерабатывающих комплексов, которые в цивилизованных странах занимают 6-7 гектар. Очевидно, люди переживали, что на этих площадях планируется не столько переработка отходов, сколько их складирование, а складирование этих отходов без переработки это позавчерашний день и очень серьезно влияет на экологию, на окружающую среду. Так вот, оказывается, как отметил Беглов, в числе областей, в которых успешно реализуется переработка и обезвреживание отходов, была названа Калужская область. Кем была названа Калужская область? Кто может показать нам работающие предприятия по переработке? Только-только, вот только-только первые шаги мы делаем. У нас есть регионы Российской Федерации, в которых уже эти технологии годами используются. Годами работают либо мусоросжигательные заводы, что не очень хорошо, а уже теперь внедряются и мусороперерабатывающие заводы, раздельный сбор отходов, ну и так далее. И вдруг из всех этих регионов почему-то в числе вот самых таких продвинутых названа Калужская область. Не очень понятно. Непонятно в том числе и потому, что совсем недавно закрыли полигон ТБО, Калужский полигон ТБО, который помешал аэропорту, Калужскому же аэропорту, международному аэропорту Грабцеву, который был построен рядом с полигоном, который существует, полигон, который существует три десятка лет, не меньше трех десятков, больше трех десятков лет существует полигон. Вдруг выяснилось после строительства, после реконструкции аэропорта, что рядом с аэропортом находится полигон ТБО, а там птички летают. И вот вместо того, чтобы наказать тех, кто проектировал аэропорт вблизи ТБО, взяли и закрыли ТБО, так как он помешал. Теперь существует огромная проблема у города Экология, куда свозить, не то что перерабатывать, просто свозить свои отходы. Да, построены какие-то небольшие сортировочные мощности, очень небольшие, их очевидно не хватает. Но вот оказывается, по мнению Александра Беглова, в Калужской области существуют прогрессивные технологии. Оказывается, мы и переработки, и главное, обезвреживание отходов. Мало того, что у нас есть опыт по созданию интерактивной карты особо охраняемых природных территорий. Но, видимо, это действительно большое достижение в наш век интернета, создать интерактивную карту. Вообще, сегодня любой школьник, на самом деле, может сесть и создать интерактивную карту с любой информацией, которая ему понадобится. Не важно, что это, количество его друзей, проживающих в городе, количество кинотеатров, количество скверов, парков или где собираться со скейтами. Это может сделать любой школьник. Так вот, оказывается, это огромное достижение Калужской области, что целое Министерство природопользования Калужской области, возглавляемое Антохиной Варварой, смогло осилить эту безумно сложную работу и создать интерактивную карту особо охраняемых природных территорий. Ну, хорошо, зачтем, пусть зачет, пусть хоть это пойдет зачет Министерству, но ведь это становится основанием вытаскивать опять Калужской области число неких каких-то лидеров, там, где мы не являемся совершенно очевидно, не являемся лидерами. Итак, почему это происходит? Почему Александр Беглов вдруг, полномочный представитель ЦИФО, вдруг вот с такой теплотой и с таким вниманием, с таким уважением отнесся вот этим мифическим достижением нашей Калужской области? Оказывается, Александр Беглов совсем недавно находился в Калуге, находился несколько дней с визитом в Калуге, задачей была проверить ход исполнения майских указов президента. Помните, в 2012 году президент Путин издал несколько указов, в соответствии с которыми должны были быть произведены какие-то достаточно серьезные социальные подвижки, в части повышения зарплаты бюджетникам, в том числе и в части, касающейся создания благоприятной и комфортной среды, ну и так далее. И вот Александр Беглов, покатанный, провезенный по различного рода хорошим объектам, в итоге сделал вывод, что в Калужской области самым замечательным образом реализуются указы президента. Что делали с Бегловым, что ему показывали, чем его поили и куда его возили, я не знаю, но его оценка была очень позитивной. Возьмем две темы только, вот выполнение указов президента, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в частности работникам культуры и доведение этой зарплаты до уровня, который определил президент, да, и здравоохранение. У нас с этим прекрасно все. У нас с этими зарплатами оказывается рост. Заходим в культуру. Почему рост? Оказывается, буквально год назад, чуть меньше даже года назад, все технические работники областных учреждений культуры, ну это имеется в виду, упорщицы, сторожа, вахтеры, дворники и так далее, были переведены, то есть выведены из штата этих областных учреждений культуры и переведены в одно учреждение, которое хотя и находится в сфере Министерства культуры, но к учреждениям культуры не относится. И таким образом в статистику зарплат по учреждению культуры не попадает. В итоге получилось, что люди, которые работают в учреждении культуры, средняя зарплата которых раньше делилась вместе с малооплачиваемыми работниками, теперь, в связи с изъятием этих малооплачиваемых работников из штата, теперь имеют зарплату выше, хотя получают они столько же, сколько и получали. Но средняя зарплата, ну понимаете, да, то есть людей стало меньше, малооплачиваемых убрали, и теперь остались люди более-менее оплачиваемыми нормально, поделили среднюю зарплату, теперь уже на меньшее количество, но получающих выше зарплату, и получилось, что на бумаге заработная плата работников культуры в Калужской области выросла. Еще раз смотрю, при этом она осталась такой же, какой и была до этого. Замечательный ход, то есть не сделав ничего, причем те работники, те уборщицы, вахтеры, сторожа продолжают работать в этих учреждениях культуры, они к ним типа приписаны, но зарплату они получают в другом заведении, которое не попадает в статистику. В итоге мы имеем потрясающий результат. Указ президента выполнен, а люди сколько получали, столько и получали. И по здравоохранению, та же самая история. По здравоохранению ситуация следующая. Врачи, главные врачи областных и районных больниц, областных и городских, ну в общем всех, сегодня все объекты здравоохранения под давлением губернаторов, в том числе и нашего, были переведены на региональный уровень. Раньше были городские, районные больницы, теперь все они являются, входят в систему министерства здравоохранения Калужской области. Так вот, все главные врачи получают очень неплохие зарплаты, но средняя зарплата главного врача у нас сейчас в Калужской области составляет примерно миллион шестьсот, миллион восемьсот рублей в год. То есть, есть у кого повыше, где поменьше больницы, поменьше, но есть самые крупные по два с половиной миллиона получают главные врачи. Если мы посчитаем теперь, что такое заместитель главного врача, а их обычно несколько, заместитель главного врача, они получают на 20% зарплату меньше. А главный бухгалтер получает зарплату на 10% меньше, и того только верхушка, 5, 6, 7 верхушки больницы, может получать зарплату такую же, как, например, в целом все сотрудники отделения. Разумеется, если поделить зарплату, вот эту совокупную зарплату с таким, в общем-то, это зарплаты неплохие, 200 тысяч в месяц зарабатывать, это совсем неплохо, да? Сколько там техничек, сколько санитарок на эту зарплату получается у нас? Ну, если даже возьмем по 10 тысяч на техничку, там, да, на санитарку, 10 тысяч, 200 тысяч делим на 10, получается, сколько 20 сотрудниц младшего медицинского персонала содержатся на деньги одного только главврача. А если посчитать, сколько у него замок, сколько там бухгалтеров и прочего административного персонала, то получится совсем замечательная цифра. Конечно, в этих условиях зарплаты в здравоохранении поднялись очень хорошо. Это вот, я думаю, что такая же самая ситуация, я просто еще не анализировал, но думаю, по всем остальным позициям, по всем остальным позициям, связанным с выполнением указа президента, примерно такая же ситуация. На бумажке мы сделали все хорошо, а люди как получали свои зарплаты, так и продолжают получать, за исключением узкой прослойки, которая стала получать больше. А теперь возвращаемся к твердым бытовым отходам. Что же, с чего начали, да? Что же у нас по особо охраняемым территориям? Так вот, оказывается, что еще две инновации внес Анатолий Дмитриевич. Первое. Он обратился к федеральным властям с просьбой расширить права регионов, позволяющих сохранять в надлежащем состоянии памятники природы федерального значения. Вот одним из таких памятников является Калужский Бор. Территория Калужского Бора, ранее, как многие знают, включала лес, собственно, сосновый лес и справа, и слева от дороги, которая ведет в Аминке. Теперь она включает далеко не весь лес. Она включает лес справа, если ехать из города, и немножечко леса слева в районе ипподрома и спортивного комплекса, спортивного стадиона. А все, что до дамбы слева от стадиона и до дамбы, это все уже выведено, как выяснилось, из состава особо охраняемых природных территорий. А именно там находится у нас дом губернатора, гостиница губернатора, и с недавнего времени, уже принято изменение в генеральный план города Калуги, там будет размещаться кампус международной школы. Калужская международная школа, которая, собственно, является коммерческим учреждением, но ей выделена территория бывшего детского лагеря Ровесник. И там уже забор стоит, там уже сосны попильные, буквально прям граничит, практически граничит с участком, на котором расположена резиденция губернатора Калужской области. Вот этот кусок выведен из состава. Видимо, Анатолий Дмитриевич хочет и дальше развивать эту территорию и просит дать ему права, чтобы и дальше таким же образом, наверное, сохранять и оставшийся лес. И последнее, что я хотел сказать здесь, еще одно предложение внес Анатолий Дмитриевич в федеральную. Он, после, видимо, пометуя ситуацию в юбилейном, Течино, он попросил сделать так, чтобы граждане, когда они обсуждают проблемы ТБО, строительства объектов ТБО, по поводу которых, как говорил Беглов, у нас замечательный опыт. Так вот, когда они обсуждают проблемы всех этих полигонов и мусоропереребающих заводов, чтобы на собрания граждан, которые по этому поводу происходят, распространялись нормы законодательства проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Представляете себе, ну вы же знаете, какие у нас там жесткие достаточно меры, да, в законе предусмотрены для такого рода мероприятий. То есть теперь, по предложению губернатора, граждане, которые будут желать, ну если это будет принято предложение, которые захотят провести собрание или собраться и обсудить предложение по строительству на их территории мусоропереребающего завода или полигона ТБО, должны будут подавать заявку за 10, не менее чем за 10 дней на проведение такого собрания. А в случае, если власти им не согласуют заявку, да, проводить свое собрание в другом месте или, ну то есть вот, да, вот идея такая. То есть получается, что теперь совершенно бытовой, не политический вопрос, не связанный ни с чьими отставками, не связанный ни с какими требованиями, там, привлечь к ответственности и так далее. Просто вопрос, который граждане хотят рассмотреть, и он касается их жизни, вот здесь и сейчас, он будет рассматриваться в таком же точном формате, как рассматриваться вопрос о проведении политических митингов, шествий, пикетирований и демонстраций. Блестяще. То есть, видимо, об этом опыте говорил Александр Беглов, как об опыте выключения граждан из обсуждения этих вопросов. Что, на мой взгляд, противоречит словам президента, который Путин, Владимир Владимирович, который однозначно заявил, что к обсуждению вопросов о переработке по поводу размещения мощностей, по переработке отходов, по поводу строительства ТБО и прочих-прочих-прочих объектов в этой сфере, необходимо привлекать общественность так, чтобы она обязательно участвовала в обсуждении этих вопросов, и более того, чтобы ее мнение учитывалось по результатам этих обсуждений. Вот примерно так. Так. Значит, ставьте нам лайк, если нравится, комментируйте. До новых встреч!